привет друзья будет оператор с вами сегодня у меня есть операторы евгений принципе вы знаете по видео 50 с ножом и сегодня представляю вам уникальную вещь кстати предупрежу сразу мы находимся в левом колхозе тихо чтобы потом не съебываться как последний лохи отсюда на обзоре сейчас погрузки прерывное действие 250 маркировка pnd 250 в общем-то погрузчик выпускался в украине заводом умань фирмаш и выпускался в агрегате с трактором dt75 в общем то что про него хотелось сегодня рассказать ребят вообще вещь уникальная и найти сейчас ее где-то в рабочем состоянии я думаю проблематично в принципе в интернете сейчас есть всякие объявления по этому поводу но все-таки люди которые видели в живую воочию этот механизм стараются достать а еще тем более кто работал на нем я вообще поражаюсь над ним удивляюсь так что напишите в комментариях есть такие люди есть в общем предназначен этот погрузчик для рыхления и погрузки различных материалов в основном это удобрения как органические так и минеральные торфа разных всяких смесей для дальнейшей разбросов на полях либо транспортировки в общем то состоит данный погрузчик из рамы утром же и покажи она выглядит рам то есть в середке за вот этим транспортером должен находиться трактор тк 75 в общем то рама несучная конструкция далее с передней части как же же нет фреза который является рабочим органом далее идет это транспортер подающий и дальше сверху должен быть поперечный транспортер который уже с той стороны должен грузить в транспорт данное удобрение будет навоз это какое-то удобрение ранее транспортер валяется сверху поперечный его видно он утром сохранился принципе также погрузчик был оснащен гидравлическими приводами в основном это были гидромоторы которые приводились в действие от двух мощных шестеренческих насосов установленные сзади сзади трактора вместо навески в общем при выполнении технологических процессов данного погрузчика происходит следующее трактор на медленной скорости движется вперед захватывает вот этим шнекообразной фрезой массу и подает ее в левую часть ковша до окна далее масса по цепочный транспорт цепочный планочный транспортер подается вверх и уже попадает на поперечный транспортер который должен как раз находиться поперек рамы и грузится уже с правой стороны рядом стоящий транспорт какой-то в общем то фреза оборудована сменными вот такими вот сегментами которые достаточно толстые металл около десятки толщиной миллиметров здесь также установлены такие же рыхлящие органы фрезы в общем машина смерти страшная вещь если человек упадет я думаю блять размолоть пух и прах в общем здесь с правой стороны должен был установлен редуктор который приводил в действие фрезу приводился в действие от в общем-то от карданной передачи которая шла со стороны водителя вдоль гусени с трактора приводился в действие задней части от гидромотор также состоял из трех частей карданных передач сейчас там уже одно отсутствие там не видно нет там где сейчас заснимем вот тоже из той стороны здесь проводится при помощи спарки цепи короче была такая же девочка от редуктора который есть друзья при забивании данных фрезы каким-то твердым материалом будет там камнем будет там бревном тупым блять в общем происходил срабатывание предохранительной муфты срабатывал механизм реверс и данная фреза вращалась в обратную сторону и посторонний предмет выбрасывал так что в принципе сбоев при работе не должно быть ну продемонстрирую вот поближе именно перечный транспортер который был установлен далее над кабиной трактора он двухсекционный вот первая длинная секция она была неподвижной а вот эта секция уже короче которая она складывалась вниз как раз конкретно она поднималась то есть и раз вот из этой части происходил выгруз транспортное средство надо мной должен быть проходить как раз транспортер поперечный в этой части должен был находиться транспорт в которой происходила погрузка данного удобрения кое-какие детали уже вырезаны данной конструкции и отсутствует в той части видно где проходил карданная передача вдоль трактора которая приводила движение фрезу главную рабочий главный рабочий орган данного погрузчика производительность данного погрузчика при погрузке навоза составляет 200 тонн в час это очень большая цифра я считаю то есть погрузчик достаточно был производителем далее что хотелось бы отметить максимальная скорость при работе данного погрузчика составляла 250 метров в час достаточно медленная скорость но при этом выполнялась большая производительность транспортная скорость данного погрузчика составит трактора до 65 была 8 километров в час действительно с такой бандора особо не разгонишься поэтому скорость завода наставительном было предусмотрено 8 так что на тракторе установлен был ходу уменьшитель который позволял двигаться с наименьшей скоростью масса данной конструкции достаточно большая около четырех тонн и высота погрузки данного погрузчика составлял 3 метра 20 сантиметров достаточно высоко любой транспорт в те времена это советские года то есть выпуск данного данного погрузчика 1986 год конкретно сказать как года начали выпускать я не могу так как информации где-то очень мало и она недоступна что хотелось подметить про данный погрузчик вообще в целом про хозяйство где мы находимся хозяйство достаточно было в свое время совесть когда передовым это центральный колхоз имени войкова нашим ухлотского района нашего да в принципе и что я хотел бы конкретно сказать то что данный погрузчик был приобретен этим колхозом стопроцентно для погрузки навоза так как в те года был очень большое животноводство было около десяти тысяч поголовье свиней поэтому погрузчик был необходим ну после перестройки после развала в общем-то погрузчик оказался в целом не нужен и как видно переоборудовали его уже наверное просто под хату трактор а погрузчик оставили ржаветь так как видео было видно как росли деревья вокруг него то есть даже как-то вытащил отсюда не представляется возможно в принципе это все я хотел бы сказать подписывайтесь на мои видео посмотрите канал всем пока до новых встреч телевидение будни тракториста вещает из телевизора в общем-то атмосфера у нас нахлетающая немножко сжимаются наши отверстия поэтому будем делать все быстро товарищи хозяйстве в тихода дай бог блять звук сущейся твоей мальчик будет слышно в видеокамере я даже диалог не вырву я скажу всем что оператор сыт в данный момент нажимаем